Всем огромный-преогромный привет! Я рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ребят, поговорим мы с вами о канале Игорь Мёдов. Это один из моих любимых каналов. И думаю, также этот канал вам нравится тоже. И сначала отвечу, почему нет обзоров на канал Вася на Сине. Потому что раньше как-то вы спрашивали, писали мне, что Оля, почему нет обзоров, что выходят новые ролики. Ребят, вот не знаю, но почему-то я перестала смотреть канал Вася на Сине. Наверное, по той причине, что вот так произошло с бабушкой мумией. И я, между прочим, сама на все это повелась. И как-то немножко стала паршивенько. Не хочу ничего сказать плохо о Сергее, потому что я сейчас не смотрю видеоролики. Но вот как-то, правда, как-то паршивенько после всей этой истории. Потому что и я как-то вот поверила в то, что действительно это девушка, которая ухаживала, якобы, якобы, а-ля ухаживала за бабушкой мумией. Якобы, ну, поверила то, что она честная. Оказалось, все наоборот, хотя подозрения были. Поэтому пока не хочется вообще смотреть. Думаю, что это временно. Но пока как-то так. Так, ну, переходим к каналу Игорь Мёдов. Я очень ждала этот видеоролик с дедушкой Лёшей. Ждала его реакции, потому что он такой вот, знаете, особенный человек. И, знаете, вот можно было бы, конечно, да, его сравнить с таким вот, то, что он молчун. Как-то вот не особо такой вот, что будет благодарить. Так, знаете, вот прям как от души, от души. Он просто неразговорчивый. И он сначала мне как-то показалось, как будто он как Сергей из Доброго Дела. Но потом нет. Думаю, Сергей, он, ну, обычный, нормальный человек. Просто вот какой-то такой недовольный, да, вечно. И просто я теперь понимаю, почему он недовольный. А вот дедушка Лёша – это совсем другое. Это совершенно, совершенная противоположность Сергея. И вот просто, наверное, из-за того, что у него есть какое-то психическое заболевание, как уже говорилось ранее. Поэтому он вот такой вот. Хотя он добрый и ему, по-моему, даже и неудобно, когда всё вот привозят. И, наверное, он ещё не может понять, что такое может быть, да, чтобы просто люди, незнакомые ему люди подарили ему дом и ещё столько всего везут и везут в дом. На самом деле тоже, вот, как Игорь рассказывал, что эта история тоже такая вот немного напряжённая. С бабушкой Раисой, помните, с бабой Рай, там тоже была куча проблем, чтобы её уговорить, чтобы ей как-то вот, ну, наверное, ну, доказать, что всё это от доброй души, от доброго сердца, и никакого подвоха нет. Но здесь тоже, видите, непонятно было. И он говорил, что и не надо ничего, и всяко-разно. Но, слава богу, слава богу, всё получилось. И тем более, на самом деле, ребят, в такой, ну, сейчас сложной ситуации, правда, когда нет монетизации, когда нет спонсорства, и когда, скажем так, доходов у каналов, которые помогают людям, практически нет. И вот, да, здесь благодаря людям, вот, получилось сделать огромнейшее доброе дело. И, знаете, вот, можно тоже сравнивать. Вот, ты, Оля, говоришь, что доброделы, доброделы и за счёт людей, и за счёт людей. Так а что они и за счёт людей-то толком ничего не делают, ребят? А ведь тоже у них канал немаленький. И я не думаю, что люди им просто переводят какие-то копейки, когда под каждым видеороликом висит счёт. Но почему-то у Игоря Мёдова видны добрые дела. И не то, что, да, пакетик с хлебом, с молоком и с чаем привезти, а дом и в дом. Ну, тоже помощь людей. Ну, если сравнивать, ну, пусть у Игоря больше канал, ну, так и доверия к Игорю гораздо больше, нежели к мальчикам. Ну, вообще, ролики все у Игоря уютные такие. Вот, знаете, садишься, да, правда, чашку чая и смотришь просто с огромным удовольствием. И, видите, ещё такие вот тайны какие-то, как новые, открылись, что дедушка Лёша всё-таки имеет ребёнка, и два раза вроде как он был женат где-то по молодости, а потом на женщине с Украины. И сын у него есть, правда, он не виделся с ним, как он говорит, около десяти лет, ну, может быть, даже и больше. Вот он из того, что он такой, знаете, молчун, из него что-то, наверное, и выдавить сложно, чтобы что-то узнать, чтобы он что-то рассказал. И представьте, человек не пьющий, и если верить его словам, он даже не пробовал алкоголь и считает, что зачем даже пробовать, что не принесёт это никакой пользы, только вред. Короче, вот интересный всё-таки человек. И вот представьте, просто так человек чистил снег, такую огромную дорогу, и возле школы, чтобы деткам было хорошо ходить в школу. Вот всё-таки, как ни крути, он какой-то особенный. И зря я его сразу сопоставила с Серёгой от доброделов. Там и близко, и рядом ставить, ну, никак. В общем, классный, ребят, видеоролик. Классно, что вот есть такие каналы, где видна реальная помощь, где смотришь и ждёшь какого-то продолжения. Кстати, я всё жду, думаю, может быть, покажут ещё ролик с Бабой Раей. И хотелось бы посмотреть, как она там, и как у неё сейчас в её, скажем так, бытовке всё. И ничего не изменилось ли. Ну, вот как-то вот хочется какого-то продолжения со всеми героями Игоря Мёдова. Вот со всеми, кстати. Когда Лизу смотрела, я помню, просто каждый видеоролик просто, я говорю, замиранием сердца ждала. И хочется продолжения с Лизой, как у неё дела, как у мамы её дела. В общем, ребят, вот, не знаю, мне канал Мёдова, вот он просто как, смотришь, как фильмы. Просто как фильмы, интересные фильмы, но только это реальная жизнь, реальные люди и реальные истории из жизни, где идёт, ещё раз повторю слово, реальная помощь. Хотя скажу, что есть люди, которым и не нравится Игорь, и есть на то свои причины, но на вкус и цвет, ребят, товарищей нет. И как-то тоже мне писали, что вот, каждый блогер в первую очередь зарабатывает в свой карман. Ребят, каждый зарабатывает. Сфера благотворительности это. Или что-то другое, ребят. Каждый зарабатывает в свой карман. Без этого никак. Но дело в том, что есть блогеры, у которых вообще одно топтанье на месте, пустая болтовня, а называют громким делом себя. А есть блогеры, которые даже и добрым делом себя не называют, а просто имя блогера, а делают такие великие дела. Зарабатывают, и не жалко, и не жалко, что зарабатывают такие. И не важно, сколько. Главное, что добрые дела настоящие, не искусственные. И смотреть такие видео, и радоваться за героев – одно удовольствие. Я думаю, что со мной согласится большинство. В общем, ребят, пишите, кто посмотрел видеоролик, или просто смейлик оставьте. Ну, а я буду заканчивать свой небольшой обзор. И прежде чем с вами попрощаться, я, как всегда, желаю каждому из вас прекрасного настроения, мирного неба над головой, любви, добра, понимания, и, конечно же, мои хорошие – это здоровье. Берегите себя, берегите своих близких. А я вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok